Сегодня многие жители Махачкалы проснулись не от звонка будильника, а от стука в дверь. По традиции дети ходят по домам и собирают угощения. Ну а взрослые тем временем раздают подарки, готовят праздничный стол и принимают гостей. Мы отмечаем очень красиво и очень хорошо. Вот детям с утра с шести часов открываем двери, раздаем всё, что можем от души. Желаем здоровья, благополучия. Всем, всем, всем. Поздравляем старших, поздравляем маленьких. Ходим по домам. Родственников уважаем, родственников встречаем. Самая важная часть праздника – посетить старших родственников. По словам Вагаба Казебекова, эта традиция весома, так как в религии проявление уважения и милосердия к старшим имеет большое значение. В основном до обеда дома бываем. Вот сейчас соседи придут, дети проходят, родственники созваниваются, перезваниваются. После обеда идём к старшим. Мать надо к матери, к родителям. В основном к старшим надо будет заехать, посидеть, пообщаться. То есть посетить старшего – это обрадовать. Ребят – особая миссия собирать сладости. С самого утра маленькие дети с большими пакетами заглядывают в каждый дом. Везде им рады, ведь искренняя детская улыбка и поздравления – самый приятный подарок. Раишка, собираем конфеты. Все радостные, все добрые, все такие хорошие. Это уже окончание священного месяца. Уже проходят все испытания, то, что мы держали у разу, и это всё наступает облегчение. Во-вторых, конечно же, многие дети идут собирать конфеты, люди ходят друг к другу по гостям, становится весело. Этот праздник все мусульманные любят не то, что потому, что конфеты собирать и всё такое, но что он священный, гости собираются в семье вместе, в один дом, за один стол. Мне он очень тем нравится, что можно гулять утром, вставать с друзьями, но и гулять, собирать конфетку. Но это очень весело, и на это даётся очень много времени. Ну, это как бы такая не только весельная интрига, что тебе попадётся, не знаешь. Праздник длится три дня. Этого времени хватит, чтобы встретиться с близкими, раздать милостыню и посетить могилу родственников. А герои нашего сюжета передают всем дагестанцам самые искренние пожелания. С праздником вас за войнам!